Следующая встреча наших соревнований Дарбинян, Южно-Федеральный округ и представители Сибири Сухов Посмотрим, что покажут ребята В правой истоке борется Сухов, в синей дзюдоге Также в правосторонней истоке борется Дарбинян В отличие от предыдущей встречи, где ребята боролись слева-налево, здесь право-направо Посмотрим, какую технику предложат спортсмены Ну, идет атака, 20 секунд буквально Арбитр наказывает за то, что пассивно ведут, не берут захваты Что дальше? Ну, взяли, выбрали захват И что, стоим Передвигаются Пытался провести Дарбинян зацеп изнутри Вот подворот Влево неожиданно такой подворот Представитель Волгограда Дарбинян Вот влево С правой стороны стойки Влево бросок через бедро подворот Ну, а что сказать, уважаемые друзья На остальных татами На первых двух татами у нас ведут борьбы девчонки Справа еще два татами Борются юноши до 55 кг Соответственно, мы комментируем татами номер 3 В весовой категории до 60 кг Вот еще одна попытка Дарбиняна Провести с упором стопы в живот А Сухов быстро прихватывает на Асайкоми Асайкоми объявлено Но ушел, ушел Дарбинян Или нет? Есть контроль? Нет, Асайкоми-то Кето объявлено Все Ну, это такая попытка в Неваза Скажем так, неплохая кинза Посмотрим, что дальше Как будут развиваться события Оба спортсмена получили по горчичнику За пассивное ведение борьбы Прошло уже практически 2 минуты встречи Но вот была только такая слабая попытка Дарбиняна провести бросок влево И с правосторонней стойки Неожиданное такое решение Но интересное Но пока больше ничего мы интересного не увидели Ну, пожалуй, вот еще Сухов при контратаке Прихватил на Асайкоми Дарбиняна 7 секунд Ну, потом Дарбинян спокойно ушел Контролируя ситуацию Ну что, право на право Такая неудобная борьба К равной явно выраженной стойке Такая средний захват Ну что, ну вот наказан Дарбинян За такой односторонний захват Более пассивный Такая борьба Очень вязкая Ну что, не хватает такого задора Какой-то экспансии им, что ли Хотя, может быть, экономит силы Только первая схватка, первый круг А я напомню, что у нас За 50 участников в каждой весовой категории 60 категории очень популярная Возраст такой Как бы это нормальные, развитые люди Ребята, которых Хотя, что там говорить И хватало вчера спортсменов И в 46 килограмм, и в 50 И в 55 Очень большой состав И даже в тяжелом весе Я хочу сказать Конкуренция будет очень явно выраженной Я не припомню Не хотелось бы обманывать Уважаемых зрителей, слушателей Дело в том, что, по-моему, у девушек В тяжах даже где-то около 30 человек То есть конкуренция колоссальная Напомню, что более 760 спортсменов Участвуют в наших соревнованиях Ну вот, попытка на заднюю подножку Вправо Дарбинян попытался провести Ну и такая лестница между ними выросла Из горчичников Три на два шида Проигрывает волгоградский спортсмен Ну, предложить пока ничего не может Ну, остается буквально 30 секунд на табло Ну и что? Ну, как-то, ну, ты же видишь Ну, что ж ты Спортсмен в белой дедоге Ну, ты видишь, что ты проигрываешь Ну, как-то Ну, вот Уговорил я его подвернуться Ну, надо же Следом еще одну атаку Одну, вторую Чтобы подровняли Да, чтобы был шанс Ну, еще вот надо Ну, делай Ну, что ж ты Ну, как вот Ну, слабая попытка какая-то Ну, вот еще разок Ну, еще надо подвернуться Ну, нет Можно, можно было бы, конечно Хотя вот Ребята, несмотря на свой такой рост Как бы внешнюю худобу Ребята крепкие В хорошей физической форме Физически сильные Может быть, не так просто было и подвернуться Но, тем не менее В этой схватке победу Одержал Сухов Эдуард Сибирский федеральный округ И вышел в следующий круг Наших соревнований Продолжение следует...